Вот он, герой сюжета украинского телеканала. Корреспонденту 20-летний Слава Дангузов демонстрирует фингал под глазом и сообщает, его кадеты Московского военного училища, товарищи били за то, что украинец, он не выдержал и от несправедливости сбежал в незалежную. И желает теперь бороться за ее независимость. Я не туда не хочу вообще возвращаться даже. Даже запросто откажусь от гражданства российского. Даже прямо сейчас бы, если бы не предложили бы принимать гражданство украинское, я бы сразу, не раздумывая, подписал бы. А это тоже Слава Дангузов. Только в четвертом классе директор пироговской школы, узнав, что ее ученик стал перебежчиком, была в шоке. Характер у мальчика непростой, да и учиться со всеми детьми он не смог. Однажды на перемене жестоко избил одноклассницу. Вызвали скорую. Мы пригласили родителей, значит, для того, чтобы родители тут же отправились на обследование к медицинским работникам. И когда прошло обследование ребенка, то, конечно, была выписана рекомендация на домашнюю форму обучения. То есть с соответствующими документами, с соответствующей справкой. Школу Вячеслав так и закончил дома. Потом, рассказывают учителя, его устроили в Ижевское училище на повара-кондитера. За прогулы отчислили. Дальше была учеба на электросварщика. Одним словом, о московском кадетском училище даже говорить смешно. Надежда Кочурова, не только его бывший учитель математики, но и соседка, уверяет, видела Славу в Пирогово чуть не каждый день. А потом в соцсетях наткнулась на его украинское видео. Я еще подумала, как так можно говорить вот так на экран, когда он знает, что его видят все. Тем более, скорее всего, это видео было сознательно послано ребятам, кто был у него в друзьях в соцсетях. В Минобороны России подтвердили, никакого кадета Дангузова не существует. Зато существует обвиняемый Дангузов, сообщили в полиции Удмуртии. В декабре прошлого года молодого человека поймали на квартирной краже. И почему он сбежал на Украину, следователям ясно, как белый день. В феврале 2015 года Вячеслав Дангузов с целью избежать уголовной ответственности в нарушении избранной в отношении его меры пресечения подписки о невыезде и надлежащем поведении скрылся от правоохранительных органов на территории Украины. Слава уже в федеральном розыске. Сегодня инициирована процедура объявления его в розыск международный. Меж тем украинские СМИ уверяют, что беженец из России проходит медкомиссию, чтобы поступить в национальную армию. И, видимо, Вячеслав умолчит, что на родине доктора служить ему запретили в силу особенностей психики. В коллективе может попасть под влияние каких-то там неформальных лидеров такой человек. Ну и, что касается оружия, то тоже может использовать его не совсем так нужно, не по назначению. А в Пирогово учителя и соседи Славы уверены, внушаемого и уязвимого юношу на Украине просто ловко используют, выдавая откровенную ложь и непроверенные факты. Марина Баль, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».